Время скользких улиц. Еще вчера вечером в нашем городе шел дождь, ночью подморозило и теперь ходить по некоторым улицам города просто невозможно. Число обращений в травматологические отделения наряду с этим резко увеличилось. Большинство травм получены в гололедицу. Сейчас хоть чист, не чист, то дождь, то морозь, то дождь, то морозь. Поскользовалась я на руку, сломала. Я упала на улице Денинского комсомола. Там свой дом. Дорожка нормальная была. Когда я спускалась на проезжую часть, я упала. Перелом со смещением. Вот какая у меня рука, вот смотрите. Я группировалась, чтобы бедро не поранить. Оглы бы-то все замерзли, и я себе раздробила плечо и предплечь. На Московском шла на базар, и упала. Все, перелом. Неделю вот сижу сейчас, посмотрят, что может быть, если неправильно сросло, значит будут снова ломать. Вот где машины ездят, они колесом пробивают себя эти колею, а где люди ходят, даже песок не сохраняет от падения. Самая частая травма сегодня – перелом лучевой кости в типичном месте и перелом шейки плеча. По частоте следом за руками страдают ноги. Нередки случаи перелома лодыжки в голени. Во время гололеда старайтесь идти небыстро, руки в карманах не держать, балансировать ими при движении. Желательно наступать на всю подошву, не поднимать при этом высоко ноги. Врачи также рекомендуют при возможном падении не выставлять руку вперед, ноги держать вместе. Также можно обезопасить свою обувь. Самый простой вариант – отнести сапоги в ближайшую мастерскую и попросить сделать профилактику от скольжения. Вам наклеят специальную резиновую прослойку, которая предохранит обувь от гололеда. Для безопасности нужно одевать обувь соответствующую, либо насадки такие есть на обувь с железными шипами, либо самая хорошая безопасность – это находиться дома и не выходить в такую погоду. Ну а если уж случилось, что упало? Лучше зафиксировать конечность тем, что есть, картонными коробками, либо чем-то еще, и обратиться к специализированному, ну к врачу. Врачи-травматологи утверждают, что с резкой переменной погоды количество обращений пациентов увеличилось в два раза. Однако мы можем изменить такую тенденцию, помнив о безопасности и закладывая на дорогу до дома или работы больше времени. Продолжение следует...